Маленькие Кирилл и Данила спокойно спят в кроватке. Им всего четыре дня от роду. И сегодня их выписывают домой. Мама Галины Рюмина не ожидала такого поворота. Когда-то женщина мечтала хотя бы об одном ребенке. Для нас это был шок. Думали сначала один, а оказалось, что двое. Вот такое двойное счастье для Галины и ее мужа. Она говорит, внешне мальчики очень похожи, но по характеру такие разные. Уже сейчас каждый проявляет свой характер. Сама Галина ждет, не дождется, когда окажется дома и перед выпиской слушает рекомендации врачей. По желанию, конечно, если вам удобнее, пользуйтесь бандажом. Бандаж в течение месяца. Ограничение по днем тяжести, но свыше 6-7 килограмм. У Галины, к счастью, роды прошли хорошо, хоть и в экстренном порядке. Дети родились доношенными на 38-й неделе. Она уверена, это заслуга врачей. Здесь приняли меня очень хорошо. Персонал замечательный, всегда помогает. За 2018 год в перинатальном центре родилось почти 3400 детей. В этом году уже появились на свет 12 двоен и даже одна тройня. 85% женщин выписывают уже на третьи-четвертые сутки после родов. Это своего рода инновации, которые позволяют предотвратить внутрибольничные инфекции. Главное условие, чтобы и ребенок, и мама были полностью здоровы. Мы выписываем детей с 1700 грамм. То есть нет такой необходимости им лежать очень долго. Здесь им оказывается помощь и врачами-неонатологами, и акушерами-гинекологами женщин. То есть проводится повсеместная работа, чтобы женщины и дети были готовы к выписке. Они получают информацию полную по грудному вскармливанию. У нас мы стараемся, чтобы дети были только на грудном вскармливании. Это так называемые здоровье, сохраняющие семейно-сберегающие технологии. Помимо заботы о здоровье детей, самый маленький, кого удалось здесь спасти, весил всего 480 граммов. Мамам тоже уделяется серьезное внимание. В том числе на этапе планирования беременности. В перинатальном центре работает кабинет охраны репродуктивного здоровья, о котором, по словам врачей, необходимо заботиться с детского возраста. Здесь же создан реестр бесплодных пар. На 1 февраля их количество составило 825. В перинатальном центре в 2018 году наблюдались почти 380 женщин. Более 130 удалось забеременеть естественным путем. Мы стараемся женщин лечить на амбулаторном этапе. Прикладываем все усилия для того, чтобы беременность наступила естественным путем. Но когда в процессе обследования, допустим, фактор трудный, когда естественным путем забеременеть в принципе невозможно, это только ЭКО. Мужской фактор, который стоит сейчас на втором месте после эндокринного, фактор бесплодия по Рязанской области, мужчины сейчас стали активно обследоваться. Если лечение не дает положительных результатов, в перинатальном центре женщину готовят и направляют на экстракорпоральное оплодотворение. Главное условие, чтобы пациентка была полностью здорова. В прошлом году в регионе провели около 800 процедур ЭКО. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».